У нас была программа в основном народных песен фольклорных, но мы сейчас расширяемся, у нас появились и бардерские песни, и эстрадные, и забытые советские песни. Чем вы нас можете порадовать вот в этом вот широком репертуаре? Собственно говоря, такая ностальгическая нота, я понял, что вот этот Советский Союз, он еще приятен всем нам, тем, что мы были маленькими, во всяком случае молодыми, и, конечно, не задумывались о жизни, об этом думали мама и папа, и я бы вот про них и спел сегодня. Да, я думаю, что мы были более монолитной нацией в годы застоя. И потрясающая вещь у нас была, это свободное время, то есть зарплату выше определенного уровня не платили, подрабатывать не разрешали, спекулировать тем более, и поэтому собирались на кухне, читали книжки, и это было потрясающе. Сейчас мы добиваемся, чтобы у нас было свободное время, а его нет. Песня называется «Мой отец». Мой отец алкоголиком не был, Песня называется «Мой отец алкоголиком». Песня называется «Мой отец алкоголиком». «Мой отец алкоголиком». Песня называется «Мой отец алкоголиком». Верил, верил, работал и пил, и быть может, пожил он еще бы, если б он алкоголиком был. А с фронта на деках, как и прежде, глядят те слепые, красивые лица, и все так же, как прежде, лет тридцать назад радость в гипсовых белых глазницах. Не сорваться бы, не закружиться, до мозги бы свои не пропеть, до молитвы читать научиться, чтоб отца и детей не забыть. Жизнь и боль, вот и все, что имею, да от мыслей неверных лечусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь. Замечательно, когда такого уровня музыканты, как Алексей Глызин, как Олег Митяев выступают, а... Я ноты-то не знаю, вы меня с Глызином-то не называйте вместе. Ну, у нас сейчас нотами стало сложно, все меньше и меньше людей их знают. Я вообще очень смутно имею в этом представление. Спасибо.